Когда человек регулярно приступает к таинству причащения и, соответственно, к таинству исповеди, то возникает некоторое смущение от того, что приходится произносить одни и те же слова. Осудил, раздражился, разгневался, объелся и так далее, и так далее, и возникает смущение. Как же я пойду на исповедь? Опять одно и то же. А что делать? Если нас, бывает, преследуют какие-то наши привычки длительное время, а священник, который исповедует, духовник в особенности, который давно уже нас знает, он периодически напоминает, что-то об одном и том же, сколько можно уже. То есть есть некоторые трудности, некоторые страсти и привычки, которые действительно можно ощутимо, осязаемо просто раз и отставить. Например, бросить курить. То есть это совершенно видно, осязаемо, четко. Человек вчера курил, сегодня перестал, уже сигарет не прикасается, не курит уже. А бывает, человек, допустим, испытывает страсть гнева, которая к нему периодически возвращается в той или иной форме. Значит, ну, опять-таки нужно об этом и исповеди говорить, не смущаясь, не опасаясь того, что даже будут в готовности принять опять, может быть, от батюшки и выговор, что опять ты вот там на кого-то разлился. Читали когда о водорофее, если это там было, значит, как духовник своему духовному чаду говорил, что опять ты человека оскорбил, опять ты кого-то там, значит, да, там, убил словом. Вот, этот послушник в очередной раз шел, обливался слезами, но опять, когда случалось что-то такое, он грубое слово брату сказал, и опять переходил исповедоваться. И так было много раз, но потом же он исправился, да. А этот процесс может затянуться на годы. Есть некоторые страсти, которые, ну, никак, человек, трудно ему с этим расстаться и справиться. Значит, все равно надо идти, надо об этом говорить, но при этом уже все-таки сам себя, ну, как же так? Я же уже вот в этих частотах уже сколько пребываю, то есть, ну, пора уже с этим развязаться, сколько уже прекратить пора. Вот, и потихонечку, потихонечку, хотя бы понемножку, так это будет уже получше, 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 как вот степень гневливости. Возьмите себе график нарисуйте. Сегодня я раздражился там столько-то раз, кого-то про себя там выругал столько-то раз за день. Посчитали, за день получилось 15, если у вас случая вспыши гнева было. Завтра посчитали, у вас там 17 было. Так, не годится, нужно, значит, зато рот на замок, и буду как-то себя держать в руках. Через день, глядишь, у вас за день там уже 10 таких пунктиков, да. Значит, динамика уже такая пошла положительная. Вот, ну, в общем, это, конечно, немножко, может быть, так, утрировано, вот, но как образ такой вот, то есть, это отслеживать свое состояние, конечно, необходимо. Есть некоторые такие тестовые моменты, по которым христиане должны себя проверять ежедневно. Вот, ну, вот, 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 вот Продолжение следует...